В современной ремесленной пекарне возникает острая необходимость оптимизировать процессы и объединять приготовление нескольких видов хлеба в одном. Удачным решением может считаться сочетание багета и чабаты в одном замесе. Эти два вида изделий действительно похожи и по составу теста и по технологическим процессам. Поэтому мы поступаем следующим образом. Начинаем замешивать более густое тесто, которое будет использовано для приготовления багета. Затем отделяем определенное количество, нужное нам, и в оставшееся тесто, продолжая замес, вводим дополнительное количество воды, смешанной с сахаром. Тесто получается разной консистенции, но технологические процессы тестоведения очень схожи. Сначала брожение при комнатной температуре с двумя-тремя складываниями, а затем холодная расстойка. Наш холодильный шкаф запрограммирован на эти температурные режимы. Программа с соответствующими температурно-временными параметрами уже выставлена и сохранена в рабочих рецептах. Программа сообщает нам об окончании режима холодного брожения теста для багета и чабаты, и можно приступить к разделке обоих этих изделий. Достаем контейнер с тестом для багета. Необходимо, чтобы тесто немного согрелось. Тесто хорошо выбродило по поверхности пузыри. Припыляем поверхность слегка мукой и скребком отделяем тесто от стенок контейнера. Отмечу, что удобно, когда контейнер не очень высокий, и обязательно, чтобы по дну не было никаких пазиков, чтобы тесто лежало удобно, тогда с ним правильно работать. Обратите внимание, что рабочая поверхность лишь слегка присыпана мукой. Это важно, потому что обилие муки огрубляет тесто, и плюс у нас попадет с вами неферментированная мука в готовый хлеб, поэтому не увлекаемся подпылом муки. Мы разделываем тесто на 10 заготовок весом примерно по 350 граммов. И сразу же подформовываем, выкладываем на подпыленную мукой поверхность. Первую заготовку втыкаем в иглу электронного термометра, выставляем температуру 15 градусов Цельсия и дожидаемся ее достижения. Разделанные заготовки слегка подпыляем мукой, чтобы не прилипла пленка, и закрываем плотной пленкой, предостерегая их от заветривания. Пока согреваются заготовки для багета, можно заняться тестом на чабату. Напомню, что чабата это хлеб, который не требует формовки. Нужно просто разделать кусок теста, выложенный на стол из контейнера. Поэтому мы достаточно обильно через ситечко присыпаем рабочую поверхность мукой. И только после того, как рабочая поверхность подготовлена, можно достать тесто из растоечного шкафа. Стараемся не перегревать тесто для чабаты на этапе разделки. Давайте посмотрим на тесто для чабаты. Характерные узнаваемые пузыри мы переворачиваем контейнер на подпыленную поверхность, присыпаем мукой. Вот такое количество муки, большое достаточно, оно характерно именно для чабаты. У нее мучнистая поверхность. Очень бережно, очень аккуратно выравниваем в прямоугольник. Обратите внимание, удобно, когда он лежит узкой стороной к вам, к пекарю. Разделываем этот пласт пополам. Сначала по длине. Пользуемся скребком. Нужно постараться, чтобы было минимум движений по перемещению теста. То есть мы как можно бережнее относимся к этим заготовкам. Перекладываем на противень, переворачивая заготовку. Выкладывая, обращаем внимание, чтобы мучнистая поверхность была сверху. И можно вот так скребком слегка подровнять заготовку, придавая ей прямоугольную форму. Заготовки выкладываем на расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить равномерное пропекание печи. Заготовку нужно убрать в расстоечный шкаф, но у нас закончился режим консервации, поэтому сейчас мы в ручном режиме выставляем температуру 24 градуса и убираем туда заготовки. Заготовки для багетов достигли нужной температуры. Напомню, что эта температура плюс 15, максимум 16 градусов. Мы снимаем пленку и формуем багеты. В первую очередь берем ту заготовку, которую первые положили на отдых. Формуйте багет любым удобным для вас способом, любым привычным. Каждый пекарь прекрасно знает, как ему удобно сформовать заготовку для багета. Выпекать багеты будем на перфорированном противне для багетов, на нем же будем и растаивать. Укладываем на противень швом вниз. Противни с багетными заготовками убираем в расстоечный шкаф. Здесь же у нас находится чабата. Мы рекомендуем поставить на верхний уровень поддон, потому что вода капает и будет плохо, если она попадет на заготовки. Напоминаем, что температура в расстоечном шкафу выставлена вручную 24 градуса, влажный 70%. К сожалению, ручной режим не позволяет нам выставить время, поэтому мы его засекаем на таймере. Это будет 30 минут для расстойки багетов и примерно 2 часа для расстойки чабата. Расстоявшиеся багеты необходимо достать из шкафа и надрезать. Печь разогрета, выпечка с паром, затем открываем заслонку и допекаем без спара. Багеты выпеклись, можно их доставать из печи и на их место в печь ставим выпекаться чабату. Чабаты испеклись, достаем их из печи и перекладываем на перфорированные листы или на решетки для остывания до комнатной температуры. Очень удобно совмещать технологические процессы приготовления багета и чабаты, потому что у них и тесто подобное, и технологические процессы очень схожие.